Девушки отдыхают 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 Монике. И не говори, что тебе есть другие мотивы. Ты видишь себя? Не просто как ребенок. Я есть ребенок. Значит, тебе нужен кто-то вроде меня, чтобы ты рядом с тобой. Сандра, если я хотя бы взгляну на него, он решит, что я готова уступить. А разве это не так? Нет, не так. Все, что я сказала правду, и если он не уверен в своих чувствах, я лучше останусь одна. Я уж сам в своем не верю. Я то, что между вами произошло недоразумение, что мне интересовало меня и женщины. И даже я всегда была для него другом. Неужели ты не понимаешь, что совершаешь ошибку? Возможно. Возможно, я потом буду жалеть. Но сейчас я не собираюсь его прощать. Окей. Я остался одна со своей гордостью. У меня для этого много причин. Миря. Элизар, если ты откажешься, я... Джун, то... На что, ты готова? Хочешь узнать подробнее? Протирать. Миря, Кармен. Кармен, ну давай договоримся так. Я поговорю с Лисом и попрошу, чтобы он пришел и попробовал с тобой помириться. А если он не захочет? Захочет? Ведь он тебя не любит, Кармен. Да, Кармен. Просто у него... Мама опыта в таких делах. Так ты разрешаешь мне поговорить с ним? Если ты считаешь, что это поможет... То да. Сири. Отлично. Спасибо. Ты настоящий друг. У каждого своя история, а мы должны выбрать пять главных слицем этой недели. Это нелегко, тем более, что шеф велел не увлекаться. Он хочет, чтобы все было прилично. Он боится, что проект зарежет. Есть одна загвоздка. Какая? Каролина в этом доме не жалует. Есть за что? Я прав. Как всегда. Вот кто нам поможет. Кати. Привет. 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 Ты соскучилась? Как дела, Кати? Отлично. Каролина в этом доме недолюбливает? Каролина, конечно, нет. Ты можешь идти? Да-да, мне уже лучше. Нет, пожалуйста. Луис, помоги. Я в порядке. Мне не зачем их предполагаться. Нет, нет, нет. Ты все равно туда поедешь? Чтобы сделать анализы и поскорить. Узнаю Бернарда Вальдеса. Переменяешься? Всегда командуешь. Когда ты поймешь, что нельзя заставлять людей делать то, чего они не хотят? Мне нужны обе руки. Как ты? Сокучился? Ты? Вот это сюрприз. Как сюрприз? Почему сюрприз? Ты не сказал, что я приеду? Нет, не знаю. Извини, я закрутился и забыл. И он считается моим лучшим другом. Иди сюда. Нет, нет, не подходи. Я тебя расстил. Я тебя расстил. Можно узнать, почему? Она еще спрашивает. Ты же разбила мне сердце. Я хотела выбрать Бернарда, когда я сходил по тебе с ума. Я был готов целовать твои ноги. Я себя знал раньше. Я не подозревала, что ты хотел жениться. Может, еще не поздно? У меня есть пара часов. Боюсь, что поздно, Густаво. Мы с Мариной уже поженились. Что? Я не сказал другу ни слова. В чем дело? Мы хотим записать пилотный выпуск программы здесь. У вас красивый вид. Ладно, я не против. Дело в том, что они приглашают Каролину. По его лицу видно, что он думает. А Каролина знает, что передачу буду записывать я. Мне нравится, что она об этом думает. Я продюсер проекта. Если мы будем снимать здесь, ей придется держать свой сменитель. Я говорю, как камерограф, и она должна быть оттенеться. Но ничего. Джуниор, проблема в тебе. Мы знаем, что здесь не рады Каролина. Нет, нет, нет. Нет, нет, не волнуйся, Леонардо. Я не против. Серьезно, Джуниор? Серьезно? Честное слово. Работа есть. Густаво, я только приехал. Думаю, тебе не терпеть побывать с Бернардо. А я съезжу с Луисом в больницу. Спасибо. Будь умницей. Спасибо. Нет, 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 подожди. Так и быть, я тебя прощаю. Что? Иди обними меня. Я это заслужил. Как бы уж не приеду. Ко мне? Я привез подарок. Иди, я тебя не забыл. Густаво, какой ты внимательный. Настоящий джентльмен. Спасибо. А я о чем? Я просто могу. Если вдумаешь развестись с этим типом, вспомни обо мне. Ладно. Правда, особо не надейся. Мы только пожелаем, если не собираемся разводиться. Но все равно. Ну, дружище, спасибо. Ты на него все-таки выручишь. Кому, Джуниор, мы заплатим за то, что воспользуемся твоим домом. Перфекто. И здорово мне, это основные деньги. По рукам. Все, мы идем к Каролину. Надо ей все рассказать и порепетировать. Мы скоро вернемся. Договорились? Да. Пока. Ну что, дружище, тебя можно поздравить? Ты отхватил лучшую женщину на свете. Мы не можем расцениться. Не может быть, что я слышу. Это говорит самая закоренела и холостяка в латинской Америке. Америка, según la revista People in the Fallen. И оно dicho по мне. Ты решил вогнать меня в краску? Давай поговорим о серьезных вещах. Что это за история с похищением? Я очень переживал. Да, это было ужасно. Что-то неизвестное. Ты помнишь о себе на Ачаваля? На Ачаваля? Ай, то же я пенал. Его избили? Сильно? Да. Достаточно для того, чтобы подследовать напугать. Представляю. Уверена за это стоит Ачаваля. Он строго не стоило с названием. Поэтому я и пришел к Каролине, чтобы предупредить себя. Тебе следует быть осторожней. Ты поняла? Ты думаешь, я... Слежащий в связи. Не знаю. Но с Ачавалем всегда надо держать ухо востро. Меня устраивает нынешнее положение вещей. У меня свой журнал и дела идут в Гибриду. Жизнь снова налаживается. Я считаю, ты должен бросить эту затею и пойти работать ко мне, Бернардо. И я, Марина, отличная команда. Мне нужны люди, как у меня есть. Ты предлагаешь мне заняться бизнесом? Нет, спасибо, Густаво. Ты знаешь, что это не мой стиль. Касим, работа с 9 до 5. Что ты хотя бы подумай. Я пустилер, Чикаго, Лос-Анджелес. Сидней, Гонконг, Коралловый риф и Гавайи. Мне нравится твой стиль. Ладно, хватит об этом. Ты видел Садру? Вы поговорили? Да, все в порядке. А разве ты ее не видела? Мы снова поссорились. Вернее, это она поссорилась со мной. Все вернулась на круги своя. Что-то надворила на этой трассе. Глупость, о которой должно не стоит вспоминать. Но она заявила, что не дает со мной зваться. Я теперь осталась одна. Ничего. Сандра, ты не хочешь. Я до сих пор считаю, что люди похожи на глыбы, которые парят в космос. Я не вижу, что я не забыл, о чем детство был камнем. Конечно, нет. Я никогда этого не забуду. Снимаю всегда твоя книга стихов. Это удар ниже пояса. Если тебе на меня не наплевать, порви эту юруную саду. Информацион. Кема я са басура. Эй, ну, ну. Мордио. А? Моя книга. Когда я ее писал, мне было 19. Кое-какие стихи, вописки в 15. Это дерматическое чудо. Сожди. Но ее же напечатали. По-моему, тебе не нравится, что Сандра часто общается с Моникой Лизама. Ну, это моя дефицития. Да. Да. Спасибо вам, что зашел предупредить. Если что-то случится или появятся новости о Бачавале, я позвоню. И hablando de mirada dulce, ты знаешь, что, entrando в этой миссии, с удивительными глазами, угадай где, когда я шутся, это любовь с первого взгляда. Это фульминант. Только не говори, что веришь в эту ерунду. Я не верю. Но с такой женщиной, возможно, все равно. Нет, нет, нет. Я не представляю, что мы летели друг на друга, все рассыпалось. И тут она подняла Венеру, 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 Венеру. Я бы ни за что, Амаз, не уехал из дома. Я давно не практиковалась в французском. Я сама не ожидала, что поддержу его игру. Он симпатичный? Не знаю. Ай, Диамоника, перестань. Диамон, он симпатичный или нет? Настоящий красавец. Довольно? Давай сюда. Обыскать все здание? Знаю, сколько здесь офисов. Ради бога, Бернардо, может, у тебя есть идея получше? Как найти таинственную незнакомку? Мне не нужно заниматься ерундой. Нужно сдавать номер. И если ты видишь, как тебя потрясла, то не знаю. Если ты не так, то я считаю, что я. Секунду. Неделица женщина. Красавица. И одета потрясающе. Она вся лучится, как будто бог с улыбкой на губах, чтобы освещать землю вокруг себя. Ай, ой, 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 ой. Которые готовы сравнить тебя с полежонкой, заговорить по-французски, да еще и дарить вещь, которую везли кому-то. А по-другому. Если честно, я уже забыла эти ощущения, когда кто-то на тебя смотрит с восхищением. А не как парни на улице, которые словно раздевают тебя глазами. Знаю, есть мужчины, которые умеют оконить женщину взглядом. Наверное, он снимает здесь офис. Знаешь, что я сделаю? Что? Я его найду. Нет, нет. Пусть все остается как есть. Думаю, мы больше никогда не увидимся. Кроме того, он у него не поженат. Или в любом случае у него есть подруга. Как хочешь. По твоему описанию, поскольку 99% жительниц столицы. В этом здании не меньше сотей красавицы. Если она произвела такое впечатление, надо было бежать с Леном, а не отпускать ее. Это не пришло мне в голову. Знаешь, что я тогда посетила? Желание остаться одному. И я не хочу, чтобы женщина моей мечты решила, что я ненормальный. И буду все время за ней бегать. Я до такого еще не дошел. Пойми, это уже не заставляет мое сердце пьется. Микаэль, я тебя обожаю. Особенно когда-то далеко. Это неинтересно. Почему? Микаэль, в чем делаешь? Но, что случится, это рутина. Потому что, Елизар... Я знаю наперед все, что ты скажешь. Всегда... Ты не знаешь, и я знаю. Я не знаю. Если ты хочешь, я могу помолчать. Нет, нет, дело не в этом. Просто эти слова уже не работают. Как можно сказать, что мы прекрасно провели время в Европе? В Европе нельзя провести время плохо. Нам было хорошо вместе. Но когда мы вернулись домой, все встало на свои места. В каком смысле? Что ты мне не любишь? Как ты говоришь, я не люблю. Это зависит от освещения. Иногда глазок разосветление, иногда темнее. Следующий тест. У меня на спине есть родинки или нет? Что это? У меня на спине есть родинки или нет? Ты можешь просто ответить. Ты не помнишь, есть ли у меня родинка и где именно. Я не знаю, есть ли у меня родинка. Дело не в родинках. Давай посмотрим правде в глаза. Наш роман подошел к концу. Рано или поздно все хорошее заканчивается. Это закон. Это закон. Ты мне с ума сошел. Спокойно, Аманда. Рассаль бы могла не так понять. Давай спросимся. Господи. Всякий раз, когда я прихожу, у них что-нибудь случается. Я не жалуюсь. Просто я думала, что ты меня действительно будешь. Я тоже была от тебя без ума. Но теперь я считаю, что нам лучше остаться с друзьями. Да, любовь должна быть взаимной. Если ты хочешь расстаться со мной, я смирюсь. Сначала я хочу кое о чем попросить. И надеюсь, что ты не откажешь. Денег в долг. Нет, это правда. Сначала давай закончим то, что начал. Ладно. Но только молча. Да. Поцелуй меня крепко и крепко. Два. Два. Привет, Джуниор. Привет. Привет. Мы представим нашего оператора. Джуниор согласился снять пилотный выпуск. Натирайся своего дома. Конечно, если ты не против. Если честно, я не знаю, что сказать. Скажи, да. Я думаю, это не совсем уместно, Джуниор. Наши отношения нельзя называть теплыми. Лукас, Леонардо. Да. Извините, вы не оставите нас на минуту? Лукас, у меня кончится шампунь. Давай сходим в аптеку. Я тоже сходим в аптеку. Пока. Ну и туда и обратно. Я схожу в душ и вернусь. Хорошо. Я не уверена, что поступаю правильно. Извините, я не хотела мешать. Я уйду. Успокойся, ничего страшного не произошло. Мы с Елизаром только что расстались. Ты врешь. Это было прощание. Спасибо. Извините. Нет, ты как раз вовремя. Давайте лучше выпьем за будущее. Конечно. Что за секрет ты хотела рассказать? Каролина. Мне очень стыдно. За то, что я говорил в прошлый раз. А как насчет угроз? И это тоже. Но я зашелся не для тебя, а для родца. Да? Потому что я не могу селиться с тем, как он обошелся с мамой. Я не переживаю, не оправдывайся, я все понимаю. Я хорошо знаю мужчин. И, к сожалению, ты один из них. Почему к сожалению? Я хочу, чтобы ты поняла. Если не стыдно, это не значит, что ты мне симпатична. Ты поступила с нашей семьей подло. Я знаю. Я несколько раз просила твою маму прощения, но она не хочет меня прощать. Что она правильно делает? Элизар меня не любит. Он уже остыл. Осторожней, милая. Осторожней. Не волнуйся, я усвоила урок. Я не собираюсь сидеть. Я не собираюсь сидеть. Я не собираюсь сидеть. О чем болта, а? Что это, девочки? Я сделаю бриллис. Против, я скажу, тост. Давайте выпьем замылища, где для нас открыты все потери. Да. Занято. Да. Послушай. Я хочу, чтобы программа не получилась. Боишься, что я буду строить козни? Ну, в коем случае, да. Если ты хорошо сделаешь свою работу, я первая тебя похвалю. Я тоже заинтересована в успехе. И я никогда не смешиваю личные и деловые отношения. Это я и хотела услышать. Я думаю, что я могу согласиться, чтобы мы снимали программу здесь. Я с ним поговорю, проблем не будет. Хорошо. Раз мы все выяснили, перейдем к делу. Время не ждет. По рукам? Что? Если он проиграет, следит неделю нас охранять. Нет, 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 только не это. Придумай что-нибудь другое. Если я проиграю, то неделю поживу у него в квартире. Вот так. Прости. Если я проиграю, то неделю буду жить у него в квартире. Ты спять, Лассандра. Да? Конечно, не будет. Просто я уверена, что он не выиграет. А если выиграет? Не за что. Я ему так и сказала. Пусть подумает, стоит ли с нами связываться. Мы с Мариной готовы на все, чтобы спасти свой парень. Рад это слышать, дружище. У вас все наладится. Вы недавно потеряли ребенка. Это непростое испытание для любой семьи. Почему вы не уехали? Я сейчас не могу. Я сейчас не могу. Работа, работа, работа. У тебя всегда одно и то же. Сколько можно? Уже ты не понимаешь, что сейчас самое главное спасти семью? Совет человека, работающего круглые сутки. Ты не можешь думать только о себе. Кроме того, мне нравится то, чего я занимаюсь. Я знаю. По-моему, ты совершаешь ошибку. Ты недооцениваешь Лизара. Он сильный игрок. К тому же у него огромный опыт работы. Я знаю, Моника. Я всегда так. Сначала ляп, но потом ляп. Но уже поздно. Эй, Моника. Ты уверена, что делала именно в этом? Подумай. Что? Я хочу его вернуться? С какой стати? Телефон. Сандра. Это Эрнесто. Отлично. 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 Лучше меня. Нет, нет, нет. Нет, нет, нет. Послушай. Ладно. Алло. Алло. Ну, что, всем три маликости? Отлично. Как ее зовут? Я не знаю. Марина. Она исчезла, прежде чем я успел спросить. Невероятно. Женщина исчезает в школе. Может, это будет у нас? Если она привидение, я этого не переживаю. Она тебя так потесла. Давай ты расскажешь об этом за обед. Я умираю от голода. Рядом есть неплохой ресторанчик. Нет, нет. Лучше к вам. Я соскучился по домашней еде. И вообще ненавижу ресторан. У нас есть что-нибудь, Марина? Нет, мы не поправима. Насколько я помню, ты любишь остренькое. Видишь? Вот это женщина. Иди сюда. Вот еще доказательство, что мы должны быть в месте. Смотри внимательно на этого типа. Он же тебя не достоин. Иди сюда. Говори, не тяни. Да. Да. Да, да. Я согласна. Ага. Разумеется. Большое спасибо. Пока. Пока. Ну? Ну? Кто победил? Элизар! Я знала, что он выиграет. Не потому, что он талантливый. Но пусть даже не мечтает, что я выполню условия пари. Я не сплашусь даже по словам смерти. Успокойся. Элизар не выиграл. Нет? Не выиграл? Нет. Отлично. Не придется ни за что платить. А кто выиграл? Думаю, это был Логан. Нет, они проиграли. Джанелли и партнеры? Элис. Они проиграли. Трепле? Трепле? Мимо. Ясно. Моника, я говорю, выиграл или я подумаю... Мы выиграли, мы... Повтори. Мы выиграли. Мы, мы, мы выиграли. Ты шутишь? Выбрали агентство Лизамо? Здорово. Твоя мама выиграла. Ты не рада? Конечно, тетя, я рада. Просто я не верю вам, что они всех обойдутся. Почему? Разве твоя мама не умница? Разве она не талантлива? Я думала, что у меня это от папы. Но, дорогая от папы, ты унаследовала эгоизм и вероятность. Вы же интересны. Шшш, пожалуйста, я не могу говорить. Спасибо, что пригласили меня на конкурс. Надеюсь, вы не пожалеете, что выбрали агентство Лизамо. О, я. Да, конечно, это интересно. Я обязательно буду. Отлично, спасибо. Пермисти. Ты проиграл. Я дал им выиграть. Кстати, у Эрнеста есть для меня предложение. Я знаю, я проеду. Нет, про веньки. Я вижу, вам весело. А мне нет. Я ненавижу, когда меня обыгрываешь. Вернее, когда ты проигрываешь. Вы веселитесь, потому что победила мумика? Я очень, 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 очень счастлива. Только не ссоритесь. Добро пожаловать. Извините, я не могу. Можете помочь? Нет, нет, не нужно. Мужчина как-то мешается под ногами. Я не даром женился на Марино. Да, веселая, общительная. Ты давно о такой мечтал. Я все слышу, так что осторожнее. Ты Джейн, а мы два Тарзана. Готовь еду и побыстрее. Очень мило. Отличная квартира. Потрясающий мир. У нее купил отец. Сейчас он живет у Арманды, своей новой жены. Не может быть. Я надеялся его повидать. Уверен, что он тоже обрадуется. Позвоним ему, а потом спокойно поболтаем. Пока. Веселитесь. Анита, мой совет. Не задерживайся здесь. Беги домой. Не бойся, тетя. Я сумею за себя постоять. Я ее не обижу. Наконец-то мы одни. Ты вернулся в свою квартиру, и хочешь, чтобы я ушла? Не обязательно. Можешь остаться. Что? Ты с ума сошел, Лизар? Раньше ты был в дыре от тети Микаэла. А теперь свободный человек. Это плохо? Нет. А где я буду спать? На кровати или на диван? День там, день там. Можно меняться. А по выходным будем играть в карты. Отлично. По рукам. Садись. Что с тобой, дружище? Почему у тебя такой умылый вид? Ты не говоришь, что это из-за очавали. Все равно не поверю. У тебя что-то случилось. Ты прав. Я пытаюсь забыть о том, что случилось, и жить нормальной жизнью. Это женщина? Она тебя обманула? Нет, нет, нет. Нет. Просто она появилась в неподходящий момент. Понятно. Слушай, а Марина знает? Да, знает. Мы договорились не упрекать друг друга, и поскорее забыть о прошлом. Семья на первом месте, дружище. Марина красивая женщина. Умная, с прекрасным чувством юмора. О лучшей жене нельзя и мечтать. А печаль пройдет, поверь. Тогда... Давай за это и вывез. Давай. Можно узнать, о чем вы секретничаете? Я рассказал тайну отличного средства против мужчин. Я тоже хочу попробовать. Я не знаю, что вы обожаете дурачиться, когда собираетесь вместе. Вы перерывали ему руки? Да или нет? Я же. Это показал не церемониться. Мне плевать, что он умеет драться. Вы не понимаете. Ладно. Ладно, теперь он поймет. Что со мной шутки плохи. Пока. Лиссандро! Лиссандро! Дай, сеньора Стебен. Пора кончать с этой историей, и заодно с Бернардо Вальдесом. Позвони Ромирусу в Колумбию. Скажи, пусть пришлет нужного специалиста. И? Да. Кармен тебе рассказала? Да. Что случилось? Я пытался объяснить ей, что это недоразумение. Но... Она не стала слушать. Как она? Страдает, Капричо. Что ты собираешься делать? Что ты собираешься делать? Не знаю, Сандра, не знаю. Это, наверное, к лучшему. Остаться одному? Отказаться от такой девушки? Нет, ну, ни в коем случае. Ты должен быть настойчивым. Уполняйте ее, если потребуется. Кармен именно та женщина, которая тебя нужна. Не отпускай ее. Обещаешь? Не молчи. Да. Да. Я поговорю с ней. Когда она успокоится. Обещаешь? Скажи Рамиресу, чтобы прислал своего человека. Но только чистого. Ясно? Да, да, босс. Пусть ничего не берет. Мы снабдим его всем необходимым. Действуй. Да, босс. Наконец-то. В тое время вышло, Бернардо Вальдес. Кату. Сандырел играть. С мышкой. Он решил ее съесть. Да, мама. Мы выиграли этот конкурс, представляешь? Моника. Я рада. Это событие стоит отраздновать. Ты согласна? Я тоже очень рада, но у меня есть новость, которая тебя горчит. Что на этот раз? У нас Каролина Морео. Она на террасе с Джуниором. И еще двумя типами. Что? Привет, Моника. Синьор Аманда, скажите, а где у вас туалет? Что ты делаешь в моем доме? Я думала, Джуниор все в ясне. Тебе здесь нечего делать. Я хочу, чтобы ты немедленно ушла. Мама, подожди. Джуниор, ты привел к нам эту женщину? Минутку. Бабушка, Каролина, оставьте нас вдвоем. Идемте, сеньорита. Зачем ты ее привел? Мама, послушай. Леонардо и Лукас решили снять пилотный выпуск, который покажет руководство канала. Отвечай на вопрос. Да, мама. Каролина здесь, потому что она участвует в шоу. Мама, это хорошие деньги. Джуниор, тебе напомнить, как эта женщина поступила с твоей матерью? Не нужно, мама. Я понимаю, что она тебя очень обидит. Я не знаю. Но для меня это шанс. И дело не только в деньгах, которые я заработаю. Я буду заниматься тем, что мне нравится. Прошу тебя, маму, позволь ей остаться. Дорогой, пойми... Я знаю, что ты не любишь Каролину. Я постараюсь закончить поскорее. Я обещаю тебе. Я обещаю тебе. Кармен. Кармен так продолжаться не может. Все мы причиняем друг другу больше. Пожалуйста, оставь с меня, Кармен. Пока мы не помиримся. Ты считаешь, что мне есть право требовать и ставить условия? Я не ставлю никаких условий. Ничего не требую. Кармен. Не жуя из-за этого недоразумения, ты пожертвуешь нашими отношениями. Я не понимаю. Ты меня не любишь. Так что я здесь делаю. Наверное, хочешь успокоить... свою совесть. Нет. Нет, Кармен. Кармен, я тебя очень люблю. Но вопрос в том, если ты не хочешь так, чтобы забыть о том, что случилось, и попробуй начать все сначала. Вот и все, друзья. Мы встретимся на следующей неделе и расскажем вам о самых интересных сплетнях. Отлично, мне нравится. А ты что скажешь, Лукас? Хорошо. Мое мнение, Джуниор? Мне не нравится. Выглядит неестественно. Прости, что ты сказал? Повторяю, ты выглядишь неестественно. Будем снимать до тех пор, пока не получится. Ну, что ты говоришь? У нас нет времени возиться с этой ерундой. Все верно, но я не виноват, что ты плохо выглядишь в кадре. Давайте работать. Времени действительно мало. Я здесь не останусь. Скажи, Алина, умоляю, сядь на место. Давай снимем еще один дубль, чтобы он успокоился. Пожалуйста. Зачем вы послушаете? Я оператор. Стараюсь не для себя. Да, ну, важно стать мнением, что он же оператор. Еще разок и все. Прошу тебя. Смотри, Лукас, еще чуть-чуть, и я вообще откажусь сниматься. Я не понимаю, чего ты хочешь. Повернись к свету. Улыбнись зрителям. Улыбайся. Вот и все, друзья мои. Мы встретимся на следующей неделе и расскажем вам о самых интересных сплетнях. Снега. Каролина, ты куда? Как куда? Ты же сказал, еще один. Все? Я ухожу? Ну как, Джонни? Сойдет. Тогда все, встретимся завтра. Да, она возвращается с работы примерно в это время. Будешь ждать ее? Ты надеешься, что она опять тебя простит. Иначе мне остается наложить на себя руки. Я осталась с Элизаром, и не хочу лишиться еще и подруги. По-моему, все прекрасно. Замечательно. Спокойно, Моника. Я уверена, все пройдет хорошо. А сейчас тебе нужно отдохнуть. Может, отпразднуем это событие? Я с кем еще? Вдруг мы встретим того красавца, который говорит по-французски? Не бойся, не встретим. Ты ее нашел? Увы, нет. Обошел все, я сэр. Нас сквозь земли словно провалилась. Ленчины приходят и уходят, и все красавицы. Не расстраивайся, встретишь другую девицу. Не переживай, не девицу, а женщину, женщину. А, мы договорились с ним. Но сначала я загляну в Бернарда, хочу узнать, как ваше. Я переживаю. Я с тобой. У нее прекрасный точеный носик. Ты не заболел? Ты же ее видел всего пару минут. Этого достаток. Ты не понимаешь меня? Потому что ты ее не видел. Иначе ты бы меня понял. Извини, Бернарда, я не помешала. Я хотела узнать... Фильм озвучен компанией Интеркоммуникейшнс. 2005 год. Фильм озвучен компанией Интеркоммуникей. Субтитры сделал DimaTorzok 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 DimaTorzok Dime que si... DimaTorzok Dime que si... DimaTorzok Dime que si... 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 Продолжение следует...